друзья всем привет сегодня я вам хочу показать как легко и быстро можно сделать наверное одну из самых ловистых приманок именно на судака для рыбалки летом с лодки в отвес для этого нам понадобится вот такой вот большой тройник маленький тройничок заводное колечко заранее сделал такое вот ушко просто согнул круглогубцами и закрутил также кусок газеты ножницы бумажный скотч алюминиевый скотч ну вот алюминиевый не обязательно потом покажу для чего я буду использовать газовая горелка и свинец также можно будет потом использовать лаки чтобы подкрасить готовую приманку сперва из газеты нужно сделать что-то типа воронки отрезаем кусочек и вот так вот потихонечку скручиваем такой вот кулечек получился теперь его надо заузить когда сделали конус нужной нам формы то есть нам потребуется всего лишь вот эта часть такой вот будет грузик сразу же берем кусочек бумажного скотча прилепляем его чтобы воронка вот это вот не раскрутилась дальше отрезаем немного нижнюю часть чтобы получилось вот такое вот отверстие которое будем вставлять этого тушка примерно вот таким вот образом теперь надо также бумажным скотчем залепить вот этот выход чтобы свинец в дальнейшем не вытекал теперь от края где у нас заканчивается ушко отступаем четыре с половиной пять сантиметров и здесь вот отрезаем лишнее такая вот заготовочка у меня получилось выравниваем ее дальше вот так вот вставляем сюда большой тройник после этого вот таким вот образом зажимаем заготовочку в тиски чтобы она стояла ровненько и можно приступать к плавке свинца затем очень аккуратненько переливаем все это в нашу воронку и ждем когда застынет после того как свинец схватился его можно опустить воду аккуратненько вот так вот вынимаем и отправляем в емкость давайте посмотрим что получилось убираем газетку вот такая красотища буквально за пару минут работа если где-то при заливке появились заусенцы их очень легко убрать надфильм теперь если у вас нету допустим алюминиевой фольги можно просто вот это тело покрасить любым лаком я хочу облепить это все сейчас вот это вот алюминиевой фольгой во первых и тускнеть не будет и будет смотреться намного красивее ну а лишнее конечно же обрежем где что-то подмялось можно маленько разгладить вот что у меня в итоге получилось теперь возьму красный лак закрашу донышко чуть-чуть сверху ну и пока на большом треничке сохнет лак на маленьком решил сделать точку атаки делать я буду с холодной сварки этого делать не обязательно то что-то мне так просто пришло в голову почему бы не попробовать сделал маленький шарик и вот так вот его немного при помощи палочки разглаживаю в принципе вот должно получиться ну красный лак высох теперь можно покрывать прозрачным тем самым защитим и фольгу алюминиевую будет долговечнее ну и как бы судак любит блестящее ну и как раз застыла холодная сварка на моем маленьком треничке тоже сразу же можно покрыть лаком вот друзья что получилась такая вот точка атаки довольно думаю неплохо для первого раза тут уже тоже можете покрывать кто каким лаком хочет я покрасил вот таким вот образом вверх черный и снизу поставил оранжевую капельку ну и так лак полностью высох осталось теперь все это дело только собрать надеваю заводное колечко и на него цепляю маленький треничок вот друзья такая вот снасть получилась очень эффективная для ловли судака называется чертик у нас она не запрощена на такую кто знает тот рыбачит именно для рыбалки используются обычные зимние блеснилки удочки леска 0405 заплывайте на точку лова опускаете приманку на дно несколько раз постучали по дно поднялась муть и потом начинаете немного играть судак думает что это малек и очень часто атакуют такую приманку да еще одна фишка с давних времен когда еще не было силикона брали вот такие вот обычные резиновые перчатки тонкие и причем это работает до сих пор отрезается небольшой кусочек вот к примеру вот такой вот цепляется на один крючок вот так полностью готовая снастка получилась как вы убедились все делается очень просто и быстро у меня дольше сох лак чем я изготавливал саму эту приманку приманка очень эффективная рабочая так что я думаю для кого-то это видео будет полезно ну а в одном из своих следующих видео я вам покажу как сделать простую удочку чтобы не использовать зимнюю